В минувшие выходные в спортивном комплексе «Лидер» стартовала 11-я спартакиада трудовых коллективов городских предприятий. В течение года им предстоит состязаться в различных видах спорта. А тех, кто предпочитает проводить выходные не дома, а на спортивном турнире, наш следующий материал. В минувшие выходные трудовые коллективы городских организаций собрались вместе, чтобы отстоять честь своего предприятия на спортивном состязании. Поприветствовал участников 11-й городской спартакиады глава Славянска-на-Кубани Александр Коновалов. Рад отметить, что количество участников, количество команд с года в год растет, и спортивные достижения увеличиваются. Это очень рад. Всего в спартакиаде принимают участие 17 трудовых коллективов. Команда Славянского сельскохозяйственного техникума, можно сказать, ветеран соревнований. Кроме того, в прошлом году они стали победителями спартакиады. В этом году мы планируем быть только первыми. Для этого мы сплачиваем дальше коллектив, тренируемся, готовимся. И только победа. Ирина Балабас – капитан команды Славянского сельскохозяйственного техникума. Она уверена, что участие в таких спортивных турнирах пойдет на пользу любому коллективу. В работе мы стали намного дружнее. Мы собираемся на тренировках, соответственно, у нас идет досух, мы отвлекаемся и идет разрядка от работы. В день открытия спартакиады прошли соревнования по настольному теннису и дартсу. Впереди – баскетбол, стритбол, волейбол и другие виды спорта. Участники спартакиады – непрофессиональные спортсмены. У них нет золотых медалей и достижений в спорте. Но каждый раз, выходя на спортивную арену, они доказывают, что активный отдых полезен и для души, и для тела. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».